Мур, привет друг, это Зверько. В свежем патче 1.6.28 изменения коснулись не только героев, но и боевых заклинаний, а также перков в эмблемах. И что мы говорим длинным предисловием? Не сегодня. Линк. Уменьшили реген энергии на стене с 6 до 4 единиц. Фаша. Ульта. В ульте уменьшили базовый урон, был 620, 920, будет 570, 870. Нана. Первый навык. Увеличили полноценно урон. Ульта. На секунду уменьшили длительность замедления. С 2 до 1 секунды. Нана становится более магом-дамагером, чем саппортом. Селена. Первый навык. Ловушки не имели срока использования. Теперь они будут исчезать через 30 секунд после установки. По другим данным, это время увеличили до 60 секунд. Справедливо, варды тоже надо обновлять. Лесли. Пассивка. Увеличили критический урон на 20%, однако уменьшили прирост урона с уровнем. Было 10,5, будет 7,5. Первый навык. Немного увеличили бонус к урону от маскировки. Был 50-200, будет 75-200. Таким образом, урон вне маскировки уменьшится, а в поздней игре, в принципе, будет чуть меньше. Погди, погди. Чуть не забыл. Меня же часто спрашивают. Где можно купить алмазы подешевле? Конечно в Кодошоп. Официальный дистрибьютор игровой валюты. Как в нашей Mobile Legends, так и в нескольких других популярных играх. Цены в Кодошоп ниже, чем в Google Play или App Store. Для пополнения тебе даже не потребуется регистрация. Оплатить можно с помощью карты Visa или MasterCard, Kiwi или Яндекс деньги. Приобрести можно как алмазы, так и звездного участника. Давай покажу, как это сделать на примере моего акка для стримов. Заходишь по ссылке в описании этого видео, внимательно вводишь свой игровой ID и сервер, выбираешь нужное количество алмазов и оплачиваешь удобным для тебя способом. После чего перезаходишь в игру и алмазы у тебя уже на счету. Да, все просто, удобно, быстро и дешевле, чем традиционный способ. Для удобства можешь сохранить мои ссылки в закладках. Аврора получила неожиданный мощный баф. В пассивке уменьшили количество требуемых стаков с 4 до 3. Первый навык увеличили ширину и область поражения навыка. Снижение стаков резко поднимет количество замораживающих навыков Авроры и ей будет более комфортно играть. Фрея. Второй навык. Самую малость увеличили расстояние толчка. Новый эффект. Фрея. Останавливаться после удара по герою. Я не совсем уверен, но кажется, это сделали для того, чтобы Фрея не проскакивала мимо противника во время нанесения комбы. Филакс. Много изменений по уменьшению урона и из второго навыка убрали щит. Если кто хочет подробностей, вот вам текст. А обзор героя можно посмотреть на моем канале. Флорин. Пассивка. Увеличили магическую силу улучшенного фонаря с 40 до 55. Увеличили бонусы к урону, который дает цветок на героя с 8 до 10%. Но уменьшили бонус к здоровью. Было 500, будет 250 хп. Первый навык. Увеличили исцеление. Было 50-150, будет 150-300. Увеличили штраф исцеления от миньонов с 80 до 60%. Уменьшили урон. Был 220-420, будет 180-330. Перезарядка теперь будет 8 секунд для всех уровней. Увеличили стоимость в мане. Второй навык. Уменьшили урон. Был 225-500, будет 175-350. Уменьшили немного время оглушения. На 0,2 секунды. Увеличили перезарядку. Было 12,8 секунд, будет 13,10 секунд. Также выросла цена в мане. Ульта. Увеличили исцеление. Было 360-480, будет 450-600. Но уменьшили урон. Был 300-390, а будет 150-250. В свете изменений популярность Флорин резко упадет на хай рангах. Это 100%. Но и это не все. Грянули изменения в боевых заклинаниях. Огненный выстрел. Лишился эффекта замедления, но получил прирост к урону. Вдохновение. Добавили новый эффект. Вампиризм с автоатак. И еще один эффект. Увеличение лимита скорости с 300% до 500%. Это довольно мощное усиление. Жаль, что действует только на 8 базовых атак. Щит. Теперь эффект щита держится 5 секунд вместо 3 секунд. Оцепенение. После окаменения цель будет замедлена почти на секунду. Исцеление. Уменьшили интервал между исцелениями на 0,1 секунды. Отомщение. Изменили расчет урона. По моим подсчетам теперь отражаться будет больше. Спринт. Сократили продолжительность с 8 до 6 секунд. Убрали эффект усиления сопротивления контролю. Увеличили иммунитет к замедлению с 2 до 6 секунд. Как это скажется на игре, узнаем на основном сервере. Но то, что все поголовно сидят на вспышке, явный дисбаланс навыков. Разработчики решили немного поработать над перками эмблем. Эмблемы танка. Третий перк. Увеличили исцеление с 5 до 10%. Уменьшили кд с 10 до 8 секунд. Эмблема убийцы. Увеличили урон на 1%. Эмблема мага. Третий перк. Он теперь дает чуть меньше маны на 1%. Но перезарядка всего лишь 3 секунды вместо 5 секунд. Эмблема бойца. Первый перк. Увеличили бонус урона от потерянных хп. Увеличили лимит бонусного урона с 12 до 20%. Третий перк бойца. Уменьшили базу урон с 30 до 20%. Увеличили перезарядку до 15 секунд. Но теперь бонусный урон идет во все твои атаки в течение 3 секунд. А не только в одну первую. И наконец, эмблемы стрелка. Первый перк. Теперь он будет давать на 3% больше бонусного урона, чем раньше. Но это все. Не забудь поставить лапки под видео. И напиши, как тебе подобное обновление. Удачи в новых боях, друг. Субтитры подогнал «Симон»!